Слима, город Слима, находимся на Мальте. Посмотрим, что у нас. Имеется такой местный арбатик. Русские туристы здесь ходят тоже. Здесь, кстати, больше русских, чем на Канарских островах. Ну, по крайней мере, на некоторых островах, чем... А, мы на эту сторону выходим, видишь, получается. То есть, у нас сзади этот океан и, точнее, море. И здесь у нас море. С двух сторон. Да уж, да уж, да уж. Все теперь понятно. А здесь центр какой-то плаза. Такая маленькая улочка эта, оказывается. Получается, этот, вот этот Слима, город лежит между Сан-Джулианс и Валетто. Да, и Валетто. Из земли выбивает. Да. Такие ракушки. О, какие здоровые, смотри, где они берут. Это настоящие хоть? Сколько вон та стоит? 40 евро. 40, да? Ну, вот эта 40, а вот та 110. 110 евро стоит. Ну, она реально, фига, огромная. Такую еще привезти надо. О, а вот это посмотри штуку. А, ну, это уже самопально. Маленькая акула. Не, я думаю, высушенная акула. Да ладно. Чучело сделано. Серьезно? Да. На самом деле? Ну, она маленькая совсем. Мне кажется, нет. Да-да, ступит. Сколько стоит? 133 евро. 133 евро. Ничего себе. Я думаю, что высушенная акула. Как они? Сушеная рыба. Вобла? Как Воблу, что ли? А вот Таранту. Где? Настоящие тоже. Скорпионы и Таранту. Ничего себе. 18 евро. Дешевые такие. Дешевые, да. Видимо, мы забили здесь. Нормально, нормально тут тема. Кафешечки, ресторанчики. Если бы этот дождь бы еще прекратился, вот здесь вообще все было бы прекрасно. Я уже не говорю о каком-то солнце, но хотя бы просто дождь остановился. Капает, капает. Ну, правда, капает не так сильно. Иногда чуть-чуть там пойдет, потом опять и постоянно так стабильняк. Чуть-чуть капает. Ну и все, опять мы здесь. Опять мы здесь. Мы здесь, может там. Так, если пойдем на ту сторону куда попадем? Пойдем. А вот здесь никуда, а вот здесь куда надо? Он в Английской академии. Английская академия? А здесь? Здесь, кстати, много приезжает этот английский учить, я заметил. В чем фишка? Почему они здесь на Мальке учат? Знаешь, специально, мне кажется, открыли здесь школу, английский капитан, Их много притом? Их много притом? Да. Есть интересная такая вещь, друзья, что люди спрашивают, вы приехали типа английский учить? Почему? Мы думаем, что за английский учить, и почему его здесь учат. Оказывается, здесь такая тема есть, что люди приезжают сюда и учат английский язык. Возможно, поэтому здесь все говорят на английском. Возможно, поэтому здесь все говорят на английском. Вот. С этой стороны. Очень много одежды здесь продается. Итальянской одежды, кстати. Хорошей одежды здесь много, и цены низкие. Ну, как относительно, если с другими странами сравнивать. Единственное, что здесь дорого, опять-таки относительно дорого, это жилье. Вот реально здесь дороже, чем на Канарах, чем в других местах. Просто обычную квартиру найти. И может быть это потому, что сейчас именно, то есть как бы типа сезон начинается. Не знаю, но как-то все немного пока сложновато. Может какие-то есть сады, не изученные нами. Но есть здесь агентства. Зато есть на каждом шагу агентство, которые вот эти квартиры сдают и предлагают. У них 50% они берут. Но там жилье тоже разное. И за 500-600 евро тоже снять очень сложно, что-то нормальное. За штуку еще можно. В общем, так чуть-чуть сложновато. А некоторые вообще комнаты сдают за, ну точнее хотят сдать за 1200 евро комнату одну. Вообще маленькую при том. Как-то все разбросано и непонятно. А таких дешевых, самое дешевое, это то, что нашли, это 20 евро комнату в сутки. Дешевле пока ничего не было. Так, опять мы вышли, получается, на эту сторону, да? Хочешь в эту сторону на море, хочешь в другую сторону на море, как не иди. Всегда попадаешь на море. И дождь идет конкретно. Так, друзья, буду я выключаться. Думаю, что дождик капает. Не хочу, чтобы камера у меня наночила. Какая? Как? А, опять в это место вышли, точно. Так, пойдем тогда нам надо обратно. В центр, чтобы попасть в этот. Да? Где городской этот центр. Я понял, как там. Так, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в Солнечную Халифорнию. Находимся на Мальте. Продолжение следует... Продолжение следует...